Высокие посетители внимательно осмотрели новое отделение центра, проверили, насколько оно соответствует строгим государственным и региональным стандартам, а главное, удобно ли оно для получателей услуг. Увиденным остались довольны. Всему соответствует отличная МФЦ, на мой взгляд. Я думаю, что это будет очень востребовано и услуга, и место. Мы ожидаем большого количества жителей здесь, которые будут обращаться за услугами. Андрей Иванов и Максуд Шадаев лично протестировали электронную систему, позволяющую любому посетителю поставить собственную оценку работе сотрудников центра. Подобный формат обращения за государственными и муниципальными услугами особенно понятен и удобен людям в возрасте. Большое пространство, здесь есть где посидеть, потому что многие, кто получают услуги, это люди пожилого возраста, наши ветераны, пенсионеры. И им, конечно, очень неудобно стоять в очередях или в узких коридорах перед кабинетами тех еще старых, старорежимных помещений, в которых приходится на сегодняшний день выдавать эти услуги. Мы постарались правильно географически разместить данный МФЦ. Здесь самый крупный наш железнодорожный узел, железнодорожная станция Одинцова, здесь рынок, ярмарка, здесь хорошее сообщение Можайка, Минка, Северный объезд и так далеко, Подушка, Красногорка. Поэтому многие, конечно, смогут сюда добираться за счет такой хорошей транспортной доступности. Но все же нам придется открывать мини-МФЦ-центры. Первыми в очереди за такими центрами Кубинка, Голицыно и Никольская. Помимо транспортной доступности и общего удобства для посетителей, у нового офиса центра «Мои документы» есть еще одно важное преимущество. При открытии МФЦ добиваемся еще одной очень важной, на мой взгляд, темы, мы ее практически сокращаем. Это коррупционная направленность. То есть у нас каждый житель, который приходит и получает муниципальные услуги здесь, он не сталкивается напрямую с чиновниками. Ему не надо никому давать взятки, не надо ни с кем, ни о чем договариваться. Жители общаются с операторами, которые являются определенным звеном в общей цепочке оформления документов. Это тоже, на мой взгляд, очень важно. Предполагается, что за день в центре населению может оказываться до 350 государственных и муниципальных услуг. То есть около 100 тысяч в год. Петр Горохов, Константин Королек, телекомпания «Одинцова».